И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнская плата от компании ASOS. Модель ROG Maximus Z690 Apex. Очень простая материнка по конструктиву и по предлагаемым интерфейсам. Отсылка к прошлому, так сказать. Надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. ROG Maximus Z690 Apex – лучший выбор для тех, кто ищет сочетание безупречной скорости и передовых технологий, таких как память DDR5, PCI-Express 5.0 и огромное количество энергии для самых производительных доступных процессоров Intel Core 12-го поколения. Его оптимизированная компоновка разработана для сверхнизкой задержки максимальной пропускной способности, чтобы дать пользователям возможность обнаружить пределы производительности и установить новые мировые рекорды. Материнка делает разгон доступным как для новичков, так и для опытных энтузиастов. Его усиленное решение по питанию удовлетворяет требованиям процессоров Intel 12-го поколения, а технология Asus Enhanced Memory Profile позволяет легко наращивать производительность DDR5. Toolkit оверклокера с элементами управления на уровне оборудования поможет вам в разгоне. Они быстро и легко экономят время и помогут вам побить больше рекордов. Кнопка безопасной загрузки – мгновенно перезагрузите компьютер и загрузитесь прямо в безопасном режиме. Кнопки BCLK – установите частоту BCLK для повышения производительности системы. Панель измерений – включает 9 интегрированных точек измерения для расширенной настройки. Кнопка Retry – одно нажатие мгновенно вызывает полный сброс. Переключатель медленного режима – мгновенно снижает коэффициент использования процессора до 8х, чтобы поддерживать стабильность системы во время настройки для экстремального разгона. Переключатель паузы – активируйте, чтобы приостановить систему и точно настроить параметры операционной системы в середине теста. Переключатель RSVD – помогает системе загружаться при экстремальных температурах, больше или равных минус 120 градусам по Цельсию. Режим LN2 – перемычка для включения специальных опций и функций для разгона на жидком азоте – LN2. Переключатель BIOS – легко переключайтесь между BIOS 1 и 2. Каждый компонент VRM служит определенной цели. Контроллеры PWM управляют схемой, а силовые каскады выполняют тяжелую работу с электрической и тепловой точки зрения. Вот почему плата использует 24 силовых каскада. Высокопроизводительные силовые каскады имеют низкий уровень RDS-ON для снижения потерь на переключение и проводимость, помогая улучшить общий тепловой запас. VRM имеет 24 плюс 0 силовых каскада номиналом 105 А каждый для V-Core и 2 100 А каскада мощности для вторичных шин. Каждый силовой каскад сопровождается дросселем с сердечником из сплава с высокой проницаемостью, рассчитанным на ток 45 А. Входная и выходная фильтрация обеспечивается твердополимерными конденсаторами, рассчитанными на тысячи часов работы при высоких рабочих температурах. Широкие возможности настройки памяти являются краеугольным камнем материнской платы. Что касается DDR5, плата предоставляет набор параметров разгона не только для высокоскоростных комплектов, но даже для модулей памяти начального уровня с заблокированной ES-управлением питанием PMIC. Выделенная схема на материнской плате безопасно обходит ограничение PMIC памяти DDR5, позволяя выйти за пределы установленного по умолчанию 1,1 В и увеличить частоту и тайминги до максимума. Встроенная технология Wi-Fi 6E использует преимущество недавно доступного радиоспектра в диапазоне 6 ГГц, обеспечивая до трех раз большую пропускную способность диапазона 5 ГГц и до 7 диапазонов 160 МГц для обеспечения сверхбыстрой скорости беспроводной сети, наряду с улучшенной емкостью и лучшей производительностью. Встроенный порт Ethernet 2,5 Гбит в секунду расширяет возможности проводного подключения, в 2,5 раза превосходя стандартные подключения Ethernet для более быстрой передачи файлов, более плавной игры без задержек и потоковой передачи видео в высоком разрешении. Порт USB 3.2 Gen 2.2 Type-C на задней панели и дополнительный встроенный разъем на передней панели обеспечивают скорость передачи данных до 20 Гбит в секунду для новейших устройств. Технология Quick Charge 4 Plus позволяет быстро заряжать устройство мощностью до 60 Вт с помощью кабеля питания PCI-Express, подключенного к ближайшему шестиконтактному разъему. Материнка оснащена двумя встроенными слотами M.2, которые обеспечивают поддержку PCI-Express 4.0 для новейших графических процессоров и высокоскоростных твердотельных накопителей. Для тех, кто ищет более быстрые варианты хранения, входящие в комплект карта ROG Hyper M.2, включает в себя слот PCI-Express 5.0 M.2 с большим радиатором, который помогает поддерживать высокопроизводительное хранилище в оптимальном температурном диапазоне. Еще два слота для M.2 расположились на комплектной плате ROG DIMM M.2. Аудиотехнология ROG Supreme FX обеспечивает исключительное соотношение сигнал-шум. 113 дБ на линейном входе, чтобы обеспечить лучшее качество записи. Также есть стабилизатор с малым падением напряжения для чистой подачи питания на кодекс Supreme FX ALC4082 и интегрированный ЦАП ESS-9018Q2C. Интегрированный усилитель Savitec значительно улучшает характеристики THD Plus N с 72 до 83 дБ, обеспечивая безупречное качество звука. Кодекс ALC4082 использует USB вместо обычного интерфейса аудио высокой четкости HDA и улучшает разрешение воспроизведения звука со 192 до 384 кГц. Уникальный дизайн позволяет использовать функцию определения импеданса кодека с передними или задними выходами для наушников. Высококачественные интегрированные компоненты помогают воспроизводить теплый естественный звук с исключительной четкостью. Задняя панель включает в себя две кнопки для сброса прошивки BIOS, два порта PS2 для мышки клавиатуры, девять портов USB 3.2, один порт USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку, пять портов аудио подсистемы с одним оптическим выходом SPDIF и два разъема SMA для внешней Wi-Fi-антенны. Комплексное решение для охлаждения жизненно важно для достижения производительности. Плата включает в себя прочные радиаторы и набор разъемов для вентиляторов и датчиков, которые помогают контролировать температуру. Радиатор VRM на полевых МОП-транзисторах и дросселях соединен с алюминиевой крышкой ввода-вывода через встроенную U-образную тепловую трубку для увеличения массы и площади поверхности для рассеивания. Расширенный радиатор помогает дополнительно охладить VRM и накопитель M2, установленный в основном встроенном слоте. Алюминиевая крышка радиатора эффективно охлаждает накопитель M2, установленный во втором бортовом слоте. Специальный радиатор отводит тепло от чипсета для поддержания оптимальных рабочих температур. Для действительно продвинутой оптимизации производительности плата включает ROG TrueVoltition, миниатюрный осциллограф, подключенный ко встроенному USB-разъему, который отображает формы сигналов для V-Core, VCC-IN и системного агента процессора. Его также можно использовать для мониторинга видеокарты или источника питания, и пользователи могут даже запускать программное обеспечение TrueVoltition на одном ПК, пока они получают показания с другого. Держатель видеокарты ROG с магнитным основанием, регулируемым слайдером и шарниром предотвращает провисание и обеспечивает поддержку там, где это больше всего необходимо. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления игровыми продуктами ASUS. Именно здесь можно синхронизировать визуальные эффекты подсветки Aura между различными компонентами технологии AuraSync или отрегулировать скорость вращения вентиляторов утилитов N-Expert 4. Также в приложении имеются разделы для просмотра новостей от ASUS, регистрации купленных устройств и скачивания полезных материалов, руководство пользователя драйвера приложения. AI-Оверклокинг – это утилита для интеллектуального разгона компьютера, доступная из Windows-приложения AI Suite или непосредственно через интерфейс UEFI BIOS. Она автоматически оценивает используемый экземпляр процессора и систему охлаждения, чтобы предугадать оптимальные значения напряжения и частоты для каждой конкретной конфигурации. Данная функция может использоваться новичками для автоматического разгона, а опытными пользователями как помощь в ручной настройке компьютера. Sonic Studio поддерживает виртуальное объемное звучание на основе HRTF для гарнитур, создавая иммерсивный звуковой ландшафт, который глубже погружает вас в действие. Интуитивно понятный интерфейс Sonic Studio также предлагает ряд параметров эквалайзера и предустановок одним щелчком мыши, что позволяет настраивать акустику в соответствии с личными предпочтениями или характеристиками вашей гарнитуры. Отзывов достойных упоминаний на эту материнку я не нашел вообще, поэтому если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс, скоро увидимся!